Работа очистных сооружений, внедрение на территории района программы раздельного сбора мусора и сохранение объекта культурного наследия усадьбы Гребнева. Эти вопросы обсуждались на заседании Общественной палаты Щелковского района. В заседании участвовали члены Общественной палаты, депутаты, представители органов власти муниципалитета. О реконструкции очистных сооружений на заседании рассказала генеральный директор Межрайонного Щелковского водоканала Наталья Ефимченко. Она сообщила, что на их капитальный ремонт в 2016-2017 годах было потрачено 212 миллионов рублей. В этот период, но только за счет профессиональной эксплуатации, за счет профессиональных людей, которые там работают, наверное, все-таки все равно качество работы в неспанном предприятии, а сознание людей сказывается. Мы просто показываем, вот фотографии, это просто наведение порядка. Это не какие деньги, это просто мы навели порядок. На заседании также состоялось обсуждение участия рабочей группы Общественной палаты в рассмотрении вопросов, связанных с возрождением усадьбы Гребнева. На протяжении последних лет общественники неоднократно после проведения обследований усадьбы в составе различных комиссий обращались в Министерство культуры как федерального, так и областного уровня, предлагали срочно найти финансирование для реконструкции разрушающихся зданий, проведения благоустройства территорий объекта исторического наследия. Состояние усадьбы настолько критическое, что промедление бездействия, смерти подобное, и мы должны срочно принимать меры, искать пути спасения усадьбы, источники финансирования, в том числе и с использованием механизмов государства частного партнерства. Вот эта активная жизненная позиция, она имеет здесь именно точку приложения. То есть люди профессиональные, вот, допустим, Татьяна Владимировна Зайчкина, она достаточно профессионально подходит к вопросу сохранения нашего культурного наследия, держит это на общественном контроле. Многие говорят, у вас проходит заседание, там, ну вот, подняли все руки, проголосовали все руки. Дело в том, что вот уже сама палата, тут мы не спорим, вот ежедневно, там, ежевечернее, еженошнее иногда. Вот каждый день мы встречаемся, работают отдельные люди, отдельные комиссии. Вот там спор большой, жаркий. И когда уже вот отрабатывается материал, мы тогда его выносим уже на заседание общественной палаты. На заседании также состоялось награждение активистов за участие в общественном контроле во время президентских выборов. Активисты были отмечены памятными знаками, благодарственными письмами и почетными грамотами. Андрей Циханович, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щелково».